значит первое на первое это инструмент с тикером верона фарма plc ну а первых это все я вам показываю например вот в торговой платформе trade zero от компании герчик энко скажем так подразделение герчик стокс который позволяет вам торговать настоящие акции вот те которых 8000 не 7g настоящие акции ну вот вот здесь мы например и смотрим почему мне этот инструмент интересен этот дневной график среднесрочная торговля напоминаю и с определенная логика спекуляции значит смотрите почему но тут кстати у меня даже не все поместилось я сейчас переключусь временно на другую торговую платформу другой график чтобы вам показать откуда пришло это все если мы посмотрим вот здесь и глянем на недельный график то аж в далеком восемнадцатом году если не ошибаюсь а я не ошибаюсь восемнадцатом году у нас был вот здесь хай по цене 2235 то есть вот этот вот зеленый пик если мы его сейчас попробуем приблизить даже даже не получается приблика вот так вот сейчас чуть-чуть вот сюда вот сейчас еще вот так растянем чтобы вы поняли идею вот это неделька и vrna вот здесь вот в этой неделе в тринадцатой неделе восемнадцатого года находилась создала скажем так новый хай по цене 25.55 мертвых американских президентов значит и если мы вернемся на дневку мы увидели что мы этот хай который оттуда пришел вот буквально последний торговый день который был 30 12 мы его перебили и мало того перебили мы еще и закрылись над ним сейчас я проверю чтобы меня это полосочка была по правильной цене установлена 25 55 а ну-ка давай а вы мне пока скажите на что это похоже эта ситуация как мы будем ее торговать эту акцию вверх вниз влево вправо как вы думаете вот из тех кто 35 человек со мной сейчас на связи как вы думаете чем мы тут будем с ней делать и и главное при каких условиях у нас с вами такой микро мастер-класс кому не лень напишите в чатике мне хотелось бы понимать что мы с вами на одной волне примерно движемся и будет хорошо пробой так первое слово правильно но не только пробой а главное не только отлично реалий биржевого спекулянта очень печальные реалии если глядя на этот график вы видите ложный пробой одним баром очень печально реалий почитайте книжечку получше или александ михалыч а герчика или александ михалыч а герчика потому что если вы такие ошибки совершаете то биржевым спекулянтом вы наверно станете только в ютубе это печально так во владимир д тоже вот к биржевому спекулянту вдвоем вдвоем читайте книжечку лучше вслух можно по ролям никакого ложного пробоя тем более ни одним ни двумя не даже тремя барами здесь нет относительно уровня 25.55 по итогу давайте проверим вот этого зеленого что у него тут хай 2549 отлично ну как минимум отлично тем что он не перебил нам этот уровень и не испортил всю малину следовательно мы с вами видим интересную ситуацию вину можно ее даже вот здесь вот нарисовать то есть мы запомнили 25.55 сейчас я вот люблю таким вот бледным каким-то цветом выделять потом я люблю тройной толщины это делать и вот тут напишу и кое-что вам еще покажу 25 нам нужно 25.55 шмяк шмяк а что-то показать я вам хотел вот что ну и насколько это мне получится но я надеюсь вы поняли так мы почти короче хотел поджать я вам показать вот к этому красному я пытаюсь провести сейчас я желтенький сделаю и 3 толщины чтобы вам под что-то видно было то есть по лоям я смотрю поджать и и в общем вы поняли вот этот зеленый его минимальная цена выше вот этого у предыдущего торгового дня здесь в общем хорошая красивая поджать и поэтому сегодня на этой дневочке мне будет эта история и ну во первых забегая наперед скажу что сегодня я ее торговать не буду потому что я не захожу в первый день пробоя с закреплением а захожу обычно во второе когда аргументов за закрепление больше но торопыги могут зайти сегодня при условии что откроется по цене выше чем закрытие предыдущего торгового дня 26 13 было закрытие кстати вы здесь это тоже видите вот показано желтеньким но привезу клавис то есть предыдущие закрытие то есть если сегодня откроется по цене 26 13 или выше но меньше двух от аров от уровня тогда интересно подождем закрытие сегодняшнего дня так 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 да 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 вы правы ребята правы то есть торопыги зайдут сегодня но если предположить вот сейчас на премаркете он в районе 20 26 вот это вот красненькая тут что-то такое но через 19 минут узнаем но похоже на то что откроется ниже то есть если откроется ниже заходить но я не рекомендую пропустить лучше сегодняшний день и завтра посмотреть что она будет но при этом надо не забыть поставить стоп лосик их take profit хотя бы на три к одному стоп лос как обычно кто очень боится или новичок и делает правильно когда ставят стоп лос например за пробивной бар но далекий получится стоп лос и ждать долго до take поэтому можно подумать и про расчетный стоп лос под этим уровнем но как я сказал лучше подождать вот дальше я хотел обратить то есть с этим понятно смотрим где он там откроется лучше зайти через день ну то все они завтра значит следующий момент который я хотел здесь еще посмотреть это но и вам показать заодно и пивошные бумаги вот на финвизе например можно выбрать айпио дэйт я беру где-то квартал до квартал так объем и средние объемы но это плохая история потому что он средний объем как сказать он просто математический средний он берет складывать 10 миллионов и 5 тысяч и получается в среднем хорошо а это но логически неправильно ну хоть что-то по крайней мере если вы не проверяете объемы за последние дни то это ошибка на мой взгляд я проверяю финвиз не проверяет короче чарт давайте посмотрим что из свеженького интересно так это кто-то появился а о я же забыл вот смотрите чего еще хотел вам показать вот здесь верный она во первых мало того что фарма сютикал то есть медицина всяческая вот в левом углу посмотрите объемы волюме до боли 1 1 миллиона 900 тысяч ты-ты-ты-ты-ты объемы как будто хорошие но если отъехать немножечко вниз и посмотреть вот здесь после вот этого гепа вот в левом углу смотрите объемы были там новый ты 200 тысяч там 200 100 там 300 600 где-то из 40 даже тысяч проходило то есть объемы подозрительно малы мне вот такая акция на листника о 45 тысяч идет какая мышка крутил и 45 тысяч получил мне бы такая акция никогда на лист не попала я не захожу в такой малый объем но вот тут что-то поменялось и поэтому я крайне вам рекомендую сейчас я продублирую эту закладочку чтобы не открывать заново читать немножечко хотя бы и арены и немножечко приобщиться к фундаменталу как я рекомендовал и рекомендую своим студентам читать хотя бы немножко фундаментал либо yahoo финанс либо тут на финвизе чуть-чуть либо market скрине хороший сайт ну или wall street journal за денежку там кажется два доллара в месяц там это супер скидки и вы в общем можете почитать аналитику адекватных ответственных людей чтобы понять что происходит значит в принципе верона фарма капитализация 185 миллиона двадцать четыре человека что-то в пробирках смешивают но кстати подумайте 24 человека и хорошая капитализация да неплохо то вот тут ниже наверняка хоть что-то написано что что произошло такое у них так блок этот самый ага сайнс америка на какие-то люди люди так то есть хотя бы например на ну вот нормальный сайт барон точка ком но тут перепост яху финанс делает от них перепост и вот и можно вот посмотреть почитать но тут не полностью статья 1 залогиниться к сожалению то есть понять что произошло почему объемы вдруг появились то ли они лекарства всех болезней изобрели то ли еще что то потому как ситуация интересная не было не было не было взлетела но вы учтите такой важный момент вот этот рост может быть на ожиданиях на надеждах были ситуации в некоторых инструментах когда росну по медицине когда рост происходил на фоне получения грантов от там каких-то компаний ну там на исследование так далее но иногда этот рост бывает кратковременной и потом происходит падение не меньше чем был тот рост то есть я к чему что я бы вам не рекомендовал в таких ситуациях покупать там на месяц и на годы и серии вот они будут стоят как там тесла условно вполне не факт если не подтвердиться она может завалиться очень даже неплохо смотрите она когда-то вот стоило вот так вот и там по 100 тысяч по 33 тысячи в районе 5 долларов было очень долго было то есть вот 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 так вот а сейчас они вырываются ну короче это все веду к тому что аккуратненько аккуратненько и лучше посмотреть что будет сегодня и как она сегодня закроется значит вернемся сюда обратно с этим ясно с айпио кстати тоже напоминаю что вот эти айпиошные инструменты которые может быть мы сейчас что-то увидим интересного там на трейд зерой герчик стокси тоже доступны и кстати в отличие от например экзант или интерактив брокерса то торговать в герчик стокс выгоднее как минимум тем что порог входа у вас меньше если на интерактив брокерс для комфортной торговли вам надо двадцать пять тысяч долларов то на герчик стокс одной тысячи хватает 1000 долларов а если три там два типа счета если три то там комиссия в два раза кажется меньше получается